Хорошо, прекрасно, без кухни, шикарно. Друзья, у нас сегодня необычное служение, у нас сегодня есть гости. Сергей Журавлев, кто не знает, представляет православный информаторский архиепископ. Кричал Духом Святым, желаю, чтобы в православии удалился оккультизм, привести язычество и привести православие к Евангелии. Поэтому мы сегодня будем слушать, говорить в конце, мол, что мы на вопросы, поэтому благослови Господь, давайте побоюсь. Христос Господь, слава Тебе и хвала, благословенно Твое имя, владыка неба и земли, Ты наш Бог и Царь, и мы славим Тебя, и мы провозглашаем Господь, что Ты победил грех, Ты победил смерть, слава Тебе и хвала, и ныне, Господи милый Сергей, благослови нас Божием на этих служениях, на этом занятии, на этом Господне усердно учебном, Господь вместе. Благослови наполни наши сердца Духом Святым, и скажи нам, Господи, то, что желаешь Ты, поспешився нам, благослови Господь Сергея, благослови Господь аудиторию, и дай нам Господню усердное единство, чтобы Господь, Господь, во всем этом, исполнил Твою волю, Примой с нами, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава Иисусу Христу, слава Отечеству Богу и Святому. Братья и сестры, всех приветствую именем Господнем. Я очень приятно был удивлен, мол, Богу и встретил Вячеслава. Да, и так, нечаянная, как говорят, радость, встреча такая. Да, но это уже знакомо, но пересветись. Как раз мы вместе с вами в Львове записывали видео, на моем канале Ютубе есть уже это видео. Не забудьте подписаться, там и лайк, не стесняйтесь. А найти очень просто архиеписков Сергей Журавлев. Вот ваш поклонный стукат. И сейчас у нас время для очень важной темы. Привет всем. Ой, я с вами отключил. Да, я извиняюсь. Я вот беззвучна. А не буду слышать все, но мы их не будем слушать. И привет от моей семьи. Они сейчас должны подключиться. Надеюсь, уже подключились. Жена, дети наши, внуки. У нас двое внуков уже, шестеро детей. И вот, слава Богу за интернет, что могу и поездка быть вместе. Может быть вместе. Да, я являюсь, как уже Вячеслав сказал, реформатором, православным священнослужителем. Больше 30 лет несу служения православного священнослужителя. Первые годы это было в традиционном православии. С 87-го года. В 88-е годы я служил в России. Тогда чтецом был, потом дьяконом. И под дьяконом дьяконом. В 91-м году стал священником. Служил в Рязани как священник. В Рязанской области и в Брянской области тоже служил. А в 96-м году, по идейным соображениям, вышел из традиционного православия, из, как говорят, КПЦНП, русской православной церкви Носковской Батриархады. И стал реформатором. И вот с того времени несу служение такое инореформаторское. Евангельское православное служение, которому был меня призвал. Имея опыт, получается, и традиционного православного служения, и такого реформаторского уже, евангельского православного служения. Моя главная тема – история христианства, история церкви. Я с этой темой, в общем-то, в разных библейских школах бывал на протяжении всех этих лет. Очень разные профессии, разных деминаций, протестантских. Очень редко католических школ, еще реже православных. Потому что мои братья православные, священослужители, считают меня изгоем, элитиковым наступником, очень многие. В Украине проще. В Украине это гораздо проще. Потому что здесь довольно много таких священников, может, не реформаторов, но, как говорят, продвинутых таких. Священников? Да. Больше свободных, более свободных. Вот. И я общаюсь и с католическими, отрино-католическими, и римно-католическими священниками, тоже такими продвинутыми, реформаторами. Вот. И наша архиепископия в Киеве. Поэтому опыта реформаторская, православная церковь, Христа спасителя, Киевская, Киевская, Сергия. Вот. И сегодня у нас два часа. Я хочу многим, по-многому с вами поговорить, поделиться многим. И в конце будет время вопросов-ответов, поэтому походу вы себе там фиксируете вопросы. Но если у вас будут вопросы возникать потом уже, да, я уеду, тоже можете писать, как говорится, пишите письма, насылайте деньги. Да. Сутка. Нет, ну писать письма точно надо. Пишите письма, не стесняйтесь. Вот. Я стараюсь отвечать. Ну, не всегда получается сразу отвечать, особенно на дороге. Вот. Так вот. И на ютубе там то, что пишут, значит, под видео там, стараюсь отвечать. Я, некоторые, правда, удаляю вещи, некоторые в свой особенный молитвный список я удаляю, называется черный список. Вот. Там я особенно благоставляю этих людей. Ну, всякие, правда. Ну, надеюсь, вы в черный список не попадете. Вот. Не, критиков я люблю. Просто, если критика конструктивная такая, поделок. Без хулыги, ругательства. Вот. И, знаете, друзья, чем хочу поделиться? Наверное, с самого начала начнем. Обзор. Первые вот эти минуты. Я хочу как раз обзор истории христианства, истории церкви. Наверное, у вас тема такая уже была или будет? История церкви, да? Нет? Читали про историю христианства что-то, какую-то литературу? Ну, а что читали? Кто может читать? Ваши лекции. Да? О, отлично. Ну, литературы на самом деле много. Очень разных авторов конфессий, многих. Я читаю всякую литературу тоже. И православную, и католическую, и протестантских разных авторов читаю. И евангельских. Вот. И, знаете, самое удивительное, когда мы историю пересматриваем глазами Библии, глазами Божьего Слова, она видится совсем по-другому. Поэтому настоящая история церкви, это история, которая видится нам глазами Бога, глазами Слова Божьего. Потому что историю часто переписывают, да? Вот. Да постоянно переписывают историю. Одни те же факты можно подавать совершенно по-разному. Поэтому, чего влека таить. История христианства переписывалась чаще всего в угоду Мамоне, сильной вега с его политикам, религиозникам. Но всегда хотелось что-то переиначить. Очень много мифов создавалось в истории. Но вот я один из тех, кого можно назвать развлочителем мифов. Разрушитель мифов. Разрушитель мифов. Мифов исторических мифов, религиозных мифов. А почему я с удовольствием это делаю? Почему я с удовольствием разрушаю мифы различные религиозные? Я с удовольствием развлечаю эту ложь дьявола. Почему? Мне хочется действительно прославить Господа Иисуса Христа. Чтобы люди, отбросив всякую мифологию, чтобы верили в истину. Чтобы люди освобождались от лжи и верили в правде Божьей. Потому что истина... Одна... Походите, пожалуйста. Потому что истина – это сам Иисус Христос. И враг пытается роду человеческого всячески, всеми возможными и невозможными способами, просто отвлечь людей от искупителя нашего, от Господа. Во втором Петра, во второй главе, там, характеристика лжиучителей, да? И важнейшая характеристика лжиучения, лжиучителей, в чем заключается там, да? Отвергаясь искупившего их Господа написано. Вот ключевое для понимания не только второй главы второго Петра, но и для вообще понимания темы вот этих ересей, лжиучений и прочее. А Иисус сказал, у Матфея записано 22.29, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей». То есть, вот, очень хорошо. Он это с Адукеем сказал. Ну, в принципе, это актуально во все времена для любого же учения. Вот, не только там, какие-то такие специфические еврейские учения, для всех народов, для всех. 22.29, Матфея, спор с Адукеем, помните, да? И, слава Иисуса, «Заблуждаетесь, не зная Писаний», буквально перевод «пренебрегая Писаниями и силой Божьей». Вот так вот. То есть, чтобы нам не заблуждаться, не дай Бог, не попасть самим в такие проблемы, да и чтобы нам помогать другим не попадать. А если попали уж кто-то, выбраться. Надо знать Писание и лично познавать живого Бога. Познание Слова Божьего и познание самого Бога. Силы Его. Потому что, ну, одно, это как два крыла для мтицов. Для христианина я рассуждаю, и это очень важно все. Вот. И церковь исторически, рождение произошло как? Как родилась церковь родилась? Смемельница. День висятницы. День висятницы, да. Да, это правильный ответ, но не совсем правильный ответ. Но, в общем-то, это правильный тоже, правильный, да. Но это, знаете, ну ладно. Но, если быть точнее, более точнее, то она родилась, и все мы, и я, на Голгостском кресте, в крови Иисуса Христа. Церковь родилась. Вот, а в день висятницы она была явлена миру этому, была показана миру, являлась силой свыше церковь. Дух, который сошел не агру, куда, на кого Бог пошлет, Он послал Бог специально уже в назначенное место, назначенные люди, будем так говорить, предназначенные для этой благодати. Вот. И, хотя Иисус являлся воскрешником тысячам братьев, да, мы сестер, но вот немногое собрание было, немногочисленное было, человек 12. И вот это собрание, эгглезия, вот это греческое слово, мишпаха, такая эгрейская семья, вот это, знаете ли, она облеглась силою свыше, силою от Бога облеглась. На вашей гаджете скачайте обязательно, я вот не глядю всем, библию с номерами стронга, для удобства, особенно для миссионера, это незаменимая вещь. А разные есть издания, там разные есть версии, всякие, платные, бесплатные, куча всего сейчас, слава Богу, да, хорошо. И вот с номерами стронга, и подключить эту опцию очень-очень полезно, считаю, чтобы оригинальный текст можно было как раз просматривать. И вот греческое слово «экклезия», да, церковь, оно впервые там встречается еще раньше, еще в то время, когда Иисус еще не родил, еще, а вынашивал, как вот женщина под сердцем, вынашивал ребенка, он вынашивал еще церковь, но уже пророчествовал о церкви. Он говорил, у Матфея записано 16-18, помните, да, впервые слово «церковь» там употребляется, и в русском переводе тоже так, в греческом «экклезия» впервые там написано как раз «экклезия». «Я создал церковь мою», и буквально в переводе там имеется в виду, и «врата ада не устоят перед ней», он сказал. Сенатальный перевод он смягчает, да. Сенатальный перевод он часто такой, как вот семинаристы еще в 87-м году говорили, ну, старший там брать, уже заканчивали семинария, потому что только приезжал на лиц эти первые свои, но уже слышал от ребят. Они так шутили между собой, сильно дальний перевод, они говорили. Потому что во многих вещах он сильно дальний, и не потому, что переводчики были не грамотные, нет, переводчики были грамотные, еще люди, но работали с цензурой, будем так говорить, и конфессиональные предубеждения, которые надо было оставить определенные. Ну, делались умышленно неправильные заявления в Новом Завете, а вверхом еще хуже. В Ветхом Завете там панакогерты на сенатальном переводе настолько много, что диву даешься. И все это для, все извращения сенатального перевода, все извращения, там порядка около тысячи разных таких умышленных порчей текста, все были изначально предназначены для того, чтобы человека, даже ознакомившегося с текстом Библии, максимально оставить в заблуждениях православных, католических, старых, древних заблуждениях. Максимально обезопасить религиозную, мафиозную, корруппированную структуру. Вот поэтому сенатальные переводчики работали как над заказным переводом, будем так говорить. Поэтому сенатальный перевод, он хорош, я тоже пользуюсь, многие обороты речи сенатального языка мне очень нравятся вообще. Вот я русскоязычный и разные русские переводы я скачал себе, украинские, все скачал, но чаще всего из русских всех переводов я пользуюсь сенатальным. Ну, наверное, еще и, потому что самый распространенный перевод. Вот, но очень сильный исковертный, он обезображенный, конечно, к сожалению. Поэтому я взял и делал поправки. И, ладно, не об этом сейчас у нас тема. Если брать исторически, то Иисус сказал, что врата надо не устоять перед его церковью. То есть родившиеся от него, да, это собрание, оно будет действительно этим царством, государством нового совершенно образца, нового типа, не от мира сего, его царства. И его королевство, и он сам будет королем, и его королевство, оно будет сильнейшим, при котором все будет рушиться просто-напросто. Не устоит никакая система абсолютно религиозная, политическая. Потому что его царство – это царство любви, царство Бога. И когда Иисус говорил о царстве небесном, мы понимаем, да, Он говорил о церкви, Он говорил о народе Своем. И, то есть, не только о заоблачных высях, да, но и о вполне земном нас с вами говорил в притчах о царстве, о царстве Своем, о всех уверовавших в Него, возрожденных людей Он имел в виду на протяжении всех этих там столетий многих и прочее. Да, вопросы я вижу там мелькают, но я не читаю их, извиняюсь, я отвечу потом на эти вопросы, хорошо, кто сейчас в трансляции там подключился. Да, и так вот, дамы и господа, братья и сестры, вот Иисус говорил о царстве небесном, царстве Божьем в притчах. И Он говорил в притчах не только хорошее, даже не столько хорошее, столько плохое, Он больше говорил о своем царстве негативно. Почему? Потому что Он учил нас изначально смотреть на все происходящее не через розовые очки, значит, наших конфессий, феноменаций, религий, а смотреть объективно, реально, на то, что в его царстве происходит в государстве. Что царство Божье это будет чаще всего, к сожалению, вертелом разбойников, нежели домом молитвы. И об этом Он говорил. На огороде царства Божьего, да, изначально были хорошие семена посеяны, но проспали те, кто должны были бодрствовать. То есть пришел враг и посеял свои плевелы, и все это возросло, да и плюс еще хозяин в той притче он сказал, чтобы не трогать, не выдергивать, значит, и то, и другое расти должно до конца. Интересно. Вот. И не вот Евангелие, сети Евангелия об этом царстве рассказывали, он говорил, что не только хорошую рыбку доставить, эти сети доставить, но и много негодной будет рыбы. Тоже в этих же сетях. Поэтому это все факт, исторически на самом деле. Да и много остального всего. Самая страшная притча во всех этих притчах, нет, хотя притчи можно по-разному читать. Если читать их с точки зрения, допустим, человека, оторванного от библейской традиции, не знающего еврейской культуры, не вообще тех условий, в которых писалось Евангелие, то, конечно, многие притчи, они могут смущать, ну, не так, как и страшно. Но если знаешь контекст и писания, и исторический контекст, то, конечно, эти притчи чаще всего, они, ну, просто ужасны. Особенно страшная притча о женщине, взявшей закваски и бросившей в три меры муки, пока не вскисло все. Вот это вскисло все, оно очень сильно пугает, конечно, потому что, хотя эту притчу часто проповедники в разных конфессиях тоже используют, и от обратного отталкиваясь к позитивным. Вот мы должны заквасить весь этот мир, если Господь нас, конечно. Вот, закваска навсегда и в верхнем углу в советах означает порог, лукавство, грех, проклятие, беззаконие, ничего хорошего. А если брать еврейскую культуру, еврейскую традицию, то это сто процентов так. В языческой культуре и в греко-римской это еще так, пятьдесят на пятьдесят, а в еврейской это однозначно все зло. Значит, и эта притча, которую древние отцы уже толковали, объясняли, она говорит о том, что все царство его будет покрыто спорами греха, проклятия, беззакония. Полностью, если в других притчах так еще, знаете ли, мы видим проблемы, но не так сильно, то в этой притче ведь эта проблема царства Божьего очень колоссальная. Апостол Павел писал, интересно, что будем раздавать нашу Пасху, наша Пасха с самого Христос, не закваску нам порог, лукавство, но сопрестниками чистоты и истины. И он призывает народ Божий, говорит, очистите закваску старую, очистите. Но это невозможно вообще, это призыв такой, по-человечески вообще глупый и невозможный. Представьте, вот если, допустим, муж сказал жене, вот хочу пирожков, поставь мне тесто, она поставила тесто дрожжевое, но уже все, уже, уже, живое тесто, уже поделалось так, что крышка уже, знаете ли, поднимается. И вдруг муж говорит, о, дорогая, я передумал, не, не хочу пирожков там, что мне с пресного теста сделай. Надо, ну, по тесто замесить, не, не, вот это же тесто мы сделаем теперь пресным. Очистит закваску, удалит всю закваску. Даже золушку, чтоб не было бы. Даже злая мачеха не издевалась-то. Знаете ли, ну, что это невозможно, это просто невозможно вообще, скажете. Так вот, таки да, невозможно. Действительно, невозможно. Но невозможный человек, а возможно Богу. Реформация дело невозможное. И чем больше я в этом служении, реформатовском, евангельском, православном служении, я тем больше понимаю, что без Бога это невозможно вообще. Абсолютно. Потому что споры греха, закваска, она все проквасила, тело и метастазы греха распространились по всему христианству. И только лишь Богу возможно это, и с Богом это возможно. И происходит, и Бог из кулича нашей греховности, проклятия, беззакония, делают в отсутствии праведности. Лишеные закваски порога лукавства, мы становимся опрестанными чистоты и истины. Через кровь Иисуса Христа, через, вообще, духовное перерождение происходит, через, действительно, ну, Божье рождение слышно. Чудо. Ладно, братья, история Церкви такова, что в 30-м году чудо это произошло. То, что ожидали мы многие столетия, это все произошло. Ожидалось это давно, начиная от нашего пращура, еще Адама. 5779,5 лет уже прошло вот с того времени, когда Адам там, в общем-то, наш отец, праотец жил на этой земле и, ну, я позволил сюда. Но, благодарю Бога за, знаете ли, за нашего нового Адама, за Иисуса Христа из Назарета, Спасителя нашего Господа, который стал новым Адамом, равначальником нового человечества, новой общественной формации, которая есть Царство Божье. Вот, такое чудо. Да, и события также в 3330-ти летней давности мы вспоминаем, когда Бог выводил из Египта нас. Это не только праздник национальный, да, еврейский, это праздник всех уверовавших. Это праздник, действительно, исхода, выхода из рабства. Ведь это не просто совпадение, что именно на Пасху, как раз, и Агнец Божий был заклан. Это не просто совпадение слепое, знаете ли. Чарльз Пэджин, великий такой протестантский золотолустый 19 века, говорил, что, значит, по поводу как раз именно этого, ну, ладно, это уже тема Пасхи, но потрясающе. И пробовать о Пасхе, как раз, рекомендую, как бы, прочесть все. Ладно, пойдемте дальше. Так вот, значит, и в 30-м году церковь родилась, облетлась силу свыше и выступила на мироговоримую. Новая общественная формация, царство, государство, божье, королевство, Христа. И распространялась. Каждый покаявшийся грешник, каждый освобожденный от бесов человек, это, знаете ли, рожден свыше, душа рождена свыше, да. Как будто бы еще одна такая земля, отвоеванная в царство тьмы, перешедшая в царство света. То есть исход совершается и в наши дни. Исход. Только тогда был Христос, ну, тогда был Моисей, древности Моисей, а сейчас Христос. 2000 лет уже Христос. Вот, и что можно сказать об истории в целом? Началось растутничество, на самом деле. То, о чем Иисус говорил, в принципе, все это исполнялось. Вот, ну, начиная с самых таких вот, драматических событий первых. Когда Он говорил, помните, что храм не разрушен, что камня на камне не останется. Да, на самом деле, так и получилось. Ровно через 40 лет после того, как Иисус сказал эти слова, действительно, камня на камне не осталось. В 70-м году нашей эры храм был разрушен. Римские оккупанты, они даже сами того не подозревая, не слышав пророчества, сдатели... А, это у меня там... Ладно. Значит, они исполнили пророчество, сами того не подозревая, пророчество Христа, именно как раз о том, что храм будет разрушен. Но мы с ними не переживаем. Это, конечно, печально, конечно, что храм разрушен Божий. Но мы не печальимся сильно. Почему? Потому что мы знаем, что храм Божий, святой, он и ныне есть. Но уже третий храм. Первые два, можно так выразиться, храма, были лишь прообразами вот этого третьего храма, который строится уже два тысячелетия, из живых камней, на основании апостолов, пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. И весь этот храм называется телом Мессии, телом Ашиака, телом Христа. И куполом моего, совершением этого храма, тоже, опять-таки, является сам Иисус Христос. Никто иной. Сам Иисус Христос. Но исторически, что произошло? Можно так написать, что с 30-го года, так вот, это экскурсия такая вот, вот эти, а, уже время, слушайте, быстро бежит. Может, помолиться, что маленькая садна остановилась чуть-чуть? И, конечно, есть такой, да? Ладно. Значит, с 30-го года по 313-й год вот это время раннее христианство называют, чаще всего. Историки разные, и верующие, и не верующие тоже. Раннее христианство. С 30-го по 313-й год. В это время христианство было чаще всего гонимо римскими императорами, вот, властями. Ну, не жаловали наших братьев в то время, да? Нашим братьям и сестрам, старшим, пришлось порой очень даже непросто в то время. Это время называют временем, там, мучеников, апологетов. Вот. Апологетов вы слушаете, да? Тема у вас есть? Еще не будет. Будет. Классная тема вообще, хорошая. Апология. Очень люблю эту тему. И много очень великих апологетов в это время было в истории христианства. Героев веры на самом деле. Хотя, злужит, пусть играла судьба с ними, со всеми фактически, и с их учениями. Потому что, защищая веру христианскую, да, истину евангельскую, они, ну, обращаясь к великоримскому обывателю, человеку обычному, да, тогдашнюю, и пользовались понятными ему терминами, значит, словами, описывая веру нашу христианскую. Ну, а в дальнейшем это сыграло злую шутку очень такую, потому что родилось такое искаженное, совершенно превратное христианское богословие, которое было оторвано описание очень сильно далеко, к сожалению. Исторически так. В 313-м нам улыбнулось счастье, будем так говорить. Вот так вот, да. В 313-м закончилось время гонений. Вот, наши там братья, с вами, сёстры тогдашние вздохнули, обрадовались, наконец-то христианство, как бы, отстанет нас, так и словом. Но, получилось довольно странно, как в той пословице, от волка попятился, но не перенорвался. Вот. Или там, из поломяда в пламя. Вот буквально так получилось. Знаете ли, как говорил один православный информатор, ещё 100 лет назад, был такой Александр Венецкий, митрополит, он говорил так, что и попала, говорит, птица царства Божьего в золотую клетку государства. Это очень так красиво описал он эту проблему. То есть, вроде всё хорошо. О! Но, на самом деле, война так же продолжилась. Этот мир, он воюет с церковью. Церковь, у нас непримиримая вражда вообще. Непримиримая абсолютно. Битва не на смерть, не на жизнь, на смерть. Битва серьёзная идёт. Духовное сражение весьма серьёзное. Враг может лишь менять тактику. Но цель его, да, украсть, убить, убить. Всё. Это у него другого нет абсолютно ничего на уме. Его хлебом не корми, дай кому-то убить. Он человек-убийца от начала вообще. И он лжец, и отец лжи. И прямая противоположность царству дьявола, царству тьмы, царства Божьей. Прямая противоположность – это церковь Бога жива. Столб и утверждение не лжи уже, а истины в этом царстве лжи. Удивительная история. Но вот враг сменил тактику. Как бы, знаете, вот борцы есть. Прямой силой борются, да? А бывает, вроде как, поддаётся. Позволяет противнику, как бы, сделать, вроде бы, как бы, знаете ли, ну, вроде как бы, победить, как бы, а на самом деле, поддавшись, он его силу противника использовал против него снова же. И уже оказывается на нём уже. И всё, думаю, что вот это, да, вот это ловко получилось. Значит, и вот враг использовал тогда против церкви другую. Он первых триста лет пытался так вот, ну, силами методами просто, просто, ну, используя свою силу. А в четвёртом веке всё, он, вроде как, поддался. Айда сюда, и всё. И оказался на церкви, верхом уже. Вот это было. И при том так сильно, что церковь стала бить помаду, и всё, сдаюсь. Почему? Это очень, очень бодлый приём, конечно, был. Ну, как бы, Господь предупреждал, в общем-то, что так и будет. Ладно, значит, и что произошло? С 313 года, да, в 313 году был миланский эдит двух императоров, там Константин и Легини. Христианство было объявлено государственной религией, ну, одной из тогда католических религий, то есть вселенских, всеобщих, потому что римские императоры, с этим он, Юлий Цезарь, назывались католическими императорами, и свою империю, огромную, огромнейшую римскую империю, называли католической империей. Поэтому все религии, основные религии этой империи, государственные, бюджетные, государственные, они именовались католическими религиями. Там, культ Зевса, Митры, допустим, ну, и христианство вошло в этот пантоон Рима, как одна из религий. А потом уже при преемниках Константина стала единственной вообще религией римской империи, единственной католической империей. Так вот, и что произошло? Началось смешание христианства с язычеством. Если вкратце, ну, историю продолжить дальше, то с 313 года по 325 происходила легализация христианства, из-под поля братья выходили, регистрировались официально свыше 100 автокефалий, союзов церквей, будем так говорить, очень разных, с разной теологией, идеологией, практикой, вышли из подполья свыше 100 союзов церквей, автокефалий, независимо управляющихся, финансово независимых, то есть полностью автономных, независимых церквей, вот, союзов больших, особенно в Африке много легализовалось тогда, ну и Рим, конечно, и сам Рим древний. Так вот, и что произошло? В 325-м был Первый Вселенский Собор, который определил генеральный курс на смешание христианства с язычеством. В 325-м на Первом Вселенском Соборе были моменты положительные, о них я не буду говорить, это вы можете прочистить, вот, наверное, будет в этом теме. Но, друзья, на Первом Вселенском Соборе христианство было задано историческому в целом, я говорю, я не говорю про частности, про отдельных людей, люди всегда разные, в любую эпоху люди разные, в любую эпоху. И Царство Божье, на самом деле, оно проходит не по конфессиональным границам, границам его, да, не по церковным, не по союзам, церкви каких-то, а по сердцам человеческим проходит эта граница. Надо это понимать. Вот, и потому что... Потому что потому. Вот, и, друзья, потому что Бог не как человек. Если он был бы как мы, но, слава богу, он не как мы. Он вообще, что хочет, то и делает. Вот, значит, и он смотрит не как человек, а он смотрит как, ну, как Бог. И, знаете, друзья, политика, родившись тогда, напишите себе ее. Это очень важно, чтобы дальнейшее вы смогли понять, понять, осознать правильно. Надо вас подошать в церкви, политикам, цезарепапизма. Цезарепапизм. Цезарепапизм, слово из двух слов. Цезарепапос. Как и Экклезия, допустим, из двух слов, да? Эк, величество, эк, колео. Цезарепапизм. Это из двух слов, слово состоящее. Цезарь, понятно, да? Это царь. И папос, отец, духовная власть, светская духовная власть как это. Цезарепапизм. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным, орудием, инструментом, в руках сильных мир и сего. Цезарепапизм. Потом запись возьмите, посмотрите. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство на церкви будет, так сказать, управляет церковью. Церковь становится послушным, орудием в руках сильных мир и сего. Уже тогда не Иисус Господь, получается, а Мамона Господь. Уже для церкви. Вот это цезарепапизм называется, система. И был ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством. И дальше все. Дальше был вопрос лишь времени. Знаете ли, уже условия были созданы все. И вот с 325 года, с того самого первого Вселенского Собора, как по-моему, так большей частью позорного, нежели прославленного. Хотя есть разные мнения на тему. Но дальше позор был, конечно, очень серьезный. Дальнейшие события все показали. Очень четко. На Вселенских Соборах мало что лишалось такого стратегического, генерального. Но кое-что решалось. Смешание с язычеством так произошло. Вот в истории Израиля, вот Библию мы читаем, да, историю Израиля. Почему был разрушен первый храм так? Какие проблемы пришли в жизнь народа Божьего тогда в Израиле? Отступление. Отступление. Так, а... Сейчас... Какие были отступления? Вы помните, какие были отступления? Вот. Идолопоклонство. Идолопоклонство, да. Это, да, 100%. И многобожие. Обычно все эти две проблемы главных, генеральных, они всегда где-то рядом. Как близнецы, уродцы. Они вместе. Многобожие и идолопоклонство. Но вы должны понять, что это разные немного вещи. Помните 20-я глава книги Исхода? Запишите, да? 20-я глава Исход, начиная с каких слов? Заповеди Бога, да? Первая заповедь какая была? Что я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет тебя другим Богом под лицом моим. Первая заповедь, да? А вторая заповедь запрещает идолопоклонство. Первая запрещает Многобожие, вторая заповедь запрещает идолопоклонство. И разница между этими проблемами есть. Хотя обычно они всегда где-то рядом идут. Обычно всегда где-то рядом. Как в истории Израиля, так и в истории христианства то же самое. Христианство наступило на те же самые грабли, что Израиль в Регии. Многобожие, что это? Должны понять эту проблему. Многобожие, это нарушение первой заповеди, когда человек обращается к кому-то еще помимо Бога. Как Богу. Как всемогущему, всесильному, всезнающему. То есть человек открывает самое интимное, самое сокровенное в себе, свое сердце открывает для кого-то еще. Не для Бога уже. Или же Бог один из многих его любовников. Библия, пророки, Бог через пророков сравнивает Многобожие всегда с блудом, с прелюбодеянием, с супружеской неверностью. То есть в глазах всемогущего, когда человек свое сердце, себя, нутро свое, естество свое, в молитве, взывая, открывает для кого-то еще, а не для него, Бог ревнует очень. Он видит это как измены. И поэтому Израиль, когда начинал молиться, они не забывали о Боге. Израиль всегда потомки сына Израиля помнили, значит, евреи и присоединяющиеся к Израилю из других народов, помнили всегда Бога Авраама, Исаака, Якова, помнили и Богу, но начинали молиться еще и другие бога. И вот это приносило проклятие. Многобожие, возможно, и очень часто оно без даже образов, без икон, без идолов, без ничего. Это духовная проблема. Человек в обиду. Осия, у малых пророков и у больших об этом говорится очень много, очень много. Осия, Бог через Осию сказал так, что они взывали, говорит, но и ко мне все пишут, обращаясь к людям. То есть они молились, там буквально взывали, это слово еврейское там означает, они молились искренно, там вот этот оборот там у Осии потрясающий, почти не употребляющийся в других местах, означает молитва, очень сильная, искренняя молитва от всей души, от всего сердца. И там они молились, но они все вышли. Они искренно молились, и Бог говорит, что это было проклятие для Израиля. Вот, но это многобожие, идолопоклонство, что такое? Опять-таки, тоже хрестоматийно, библейский, да? Это использование обычно многобожие, как раз, да? Или же в почитании истинного Бога, не зная других Богов, и совершенно даже, то есть идолопоклонство может быть как и многобожие, так и единобожие. Абсолютно. Использование предметов изображений в почитании Бога или Богов, в поклонении Богу или Бога. Допустим, помните, да, когда вышли из Египта, да, вот скоро уже через полнолуние одно будем отмечать, значит, в полнолуние Ниссана или же Авива месяца Песа, Пасху. И будем отмечать уже 3330 однолетия, получается, со дня выхода из рабства. Интересно. Да, в ночь, это святую, вот с 14 на 15 Ниссана совершаем в день и ночь и хрустим мацой, едим мясо, рассуждаем, поднимаем тосты, вокалы. Каждый тост, что это означает, это по книге Эскурсио. И первый тост поднимаем за то, что мы вышли из Египта. Дай Бог нам здоровья всем. Потом второй тост, что Египет вышел из нас, но с этим посложнее было. Час, тоже 40 дней надо было нам, чтобы выйти из Египта, но 40 лет, чтобы Египет вышел из нас. Поэтому это более сложный вопрос такой. Потом третий тост похода этого пира пасхального такого. Поднимаем о чудесах при знамении знамение божьим вспоминаем, что он рукой крепко мышцу простертую совершил этот исход. Перечисляем 10 казней египетских и другие чудеса произошедшие во время великого исхода. Потом опять доедаем мясо, все доедаем и надо целое животное говорить за ужин. Но в принципе Бог здоровья не обидел, так и обычно все до конца доедаем в этом будет друг. Вот значит и четвертый тост поднимаем именно за Бога сыновства, Бога усыновления. То есть Бог нас не просто выбил из Египта и сказал мы теперь гуляем поле, где хотите там и живите. Не, Он показал нам удивительный свой секрет. Тайм оказывается быть свободным по-настоящему это стать ему рабом и быть его детем, сыном и дочерью его, его его единородным. Это потрясающая история. То есть выйдя из подласти фараона мы не просто перешли в другое королевство, там не демократия, мы это узнали, там тоже теократия, но там не фараон, там Господь Бог самому ущий, это его королевство. И мы стали поданы другому королевству совсем. Вот удивительная история исхода. Ну а пятый бокал, он по традиции всегда пятая чаша наливалась, до Иисуса Христа никто не осмеливался ее поднимать в чашу. Вот так получалось, что больше тысячи лет евреи пятую чашу наливали всегда, но к ней не притрагивались. Традиционные евреи, которые еще, имею в виду, которые не приняли еще, Ишу, как Машляха, Иисуса, как Христа, не приняли еще, они до сих пор пятую наливают чашу, но так и не пьют. Но мы новозаветные мы все пьют. И пятую чашу принимаем даже. А почему? Потому что она как раз самая интересная, пятая чаша, самая интересная, потому что Иисус после вечери, когда уже все было съедено, выпито, он нарушил эту традицию торгуэта, нарушил и поднял чашу. После вечери он сказал, это есть чаша новый залив в моей крови, который за вас всех проливается в оставлении крови. Но потом поем, Иисус тоже с учениками пели, зашли на голову, мы тоже поем, вот, много поем, я очень люблю здесь. Вот, и это очень хорошая традиция именно пасхального седра, пасхального ужина. Да, и уже больше 3000 лет этой традиции. Вот, и как бы вспоминаем те великие дни, когда во главе с Маше Робейну, с пророком, учителем Моисеем, вышли ополчения Господня из Царства Тьмы. Египет себя называл Царством Света, но это позорно, это было Царство Тьмы, на самом деле. Чисто по-человечески, да, это было Царством Света, конечно, да, не спорю, но в глазах Бога это было Царство Тьмы, на самом деле. И вот, по поводу многобожия идолопоклонства. Идолопоклонство это использование изображений в почитании Бога, или Богов. Вот, когда вышли из Египта, была такая самая грандиозная, страшная проблема после вскоре, это золотилец, помните, да, историю, позорная история, но нужная, для чтения, для изучения, не для того, чтобы мы, не дай Богу, думали, что вот, если бы я жил в те дни, я бы это не поступил бы, нет большого ума, мы так люди думаем, вот, мы это, наставление нам написано, как Павел пишет, необходимо, помните, достигшим последних веков, чтобы мы не грешили, чтобы мы не умничали, а чтобы мы учились на ошибках, и были смиренными, а не гордыми. То есть, Библия нам дана для этого, собственно, да. Ну, умному человеку все на пользу. Вот, а если человек не возрожден, то ему, как бы, даже, и Божий дар не на пользу. Ладно. И вот, друзья, и там написано, что сделали тельца, и было сказано Аарону, помните, Аарон сказал, завтра праздник Господу. И там стоит тетраграматон, ют хей бад хей, четыре буквы еврейских, означающие его, яхве. Праздник, он не сказал праздник тельцу или идолу какому-то так, безу, нет, праздник, Бог Авраама Исаака Якова, праздник Создателю. Он попытался, ну, как бы, использовать все эти настроения толпы, но чтобы как-то в мирное румство вырулить ситуацию, чтобы, как бы, она не вышла из-под контроля. Но в глазах всемогущего Бога то, что сделали вот евреи, это было позором. Это было идолу поклонства. Поэтому даже в почитании истинного Бога, идол, он крайне опасен. Вот. И сегодняшнем христианстве, вообще, в астоническом христианстве идолопоклонство это самая популярная тема, вообще, самая широко популярная тема. Это иконы, кресты, почитание икон, почитание крестов, мощей и прочее. Хотя, вы можете сказать, тоже. Чем королю мчала? Да, это твое молчало. Дело... Ладно, попытаюсь оправдаться. Идолопоклонство это, кстати, пограничная вещь. Я сам вес ношу, но вам не советую. Вот так обычно, да, бывает. Многие учителя так говорят. Я это делаю? Я детям что-то показываю, как надо? Ну, никак не надо. Я что-то делаю, но говорю, дети, но вы это не делаете. Я это сейчас делаю, но вы так не делаете. Дети, ага, ага, с вами тоже напрямую из розетки и все, а потом он дергает. Ну, ладно. Если даже не сделаете это, к примеру, где-то так, крест будете носить, то упаси вас Господь, думайте, что он вас спасает, благоставляет, как-то защищает, оберегает, потому что это будет начало вашего конца. Вот. А может и самим танцом даже. Саперок бывает ошибается раз, только вот дать не тот проводок и все, и при этом не сделает. Знаете, здесь тоже, поэтому я понимаю, что даже на всяк крест, там или в Монакеи, в спуске медальон, да, я совершаю вещи пограничные, пограничные, очень опасные, полезные у бритвы порой их веду. И я обычно стараюсь людям объяснять всегда, что православным, католикам, протестантам тоже, что никто на вас, вами на силу, допустим, да, больше того, кто в мире, а тот, кто в вас, больше того, кто в мире. А если я буду думать, что крест, как раньше думал в своем христианстве, к сожалению, было такое, да, что крест меня защищает, благоставляет, и не только, а еще крест на знамении, там, что мне перекрестился, там, все, я часто крестился вообще, я часто крестил, я сейчас могу по кресту, если не проблема, но, понимаете ли, для меня это или такой крест, или рукомашный, или рукопашный, вот, это, знаете ли, может быть, знак, символ, но, ни в коем разе не оберегнет талисман, и он никого не спасает, крест на самом деле, Христос, который умер на кресте, кстати, один балтийский пастор очень красиво рассказал, ну, не мне, а мне просто передали, люди добрые, тогда, в 96 году, значит, тоже по поводу креста, значит, и этот балтийский пастор с Брянска, он ехал, приехал в Брянск на служение, и от жидорокзала такси быстренько взял, опаздывал на собрание, таксист везет его, вот, и, значит, ну, по дороге проповедник, пару слов ласковых, евангельских, сказал водителю, и говорит, вот, мил человек, заходите к нам, на крест, на гонек, вот, на служение, а тот говорит, нет, уперся рогами, я православный, туда-сюда, значит, там, да, и вот у меня крест, здесь, значит, и вот здесь, и здесь крест, а у вас даже там, на церкви на креста, на здание креста, а тот, значит, за словом в карманный вес, проповедник, и возьми, ты скажи ему, что, мил человек, если бы я пришел к тебе по осени, и помог тебе вскопать огород, ты бы кого благодарил, меня, говорит, или лопату мою, которая тебе вскопала огород? Ну, конечно, тебя. Так вот, и Христос, говорит, он умер на кресте, но не крест мы должны благодарить, а Христа, самого Христа. Понял? Понял. И я сказал, да, это очень хороший пример. И это очень помогало мне тогда, в 96-м году, освобождаться от такого креста поклонения, икона поклонения, икона почитания, креста почитания, и прочих, и прочих мерзностей, которые, и в которых я жил вообще в то время. Вот. И главных с 325 года, вот, отметьте себе, с 325 по 843 год, с 325 по 843 год продолжался процесс смешания, активный, сильнейший процесс смешания христианства с язычеством. Вот в эту эпоху, все происходило, фактически, основной, вот эта загвазка стала квасить, и вскисло все, фактически. Есть книга, бактинская паста, в которой Павло Равозин, да, цветки все задерживаются. Вот он как раз на эту эпоху ссылается. С 325 по 843 год. Смешание христианства с язычеством, как раз, все это произошло. Вот именно в эту эпоху смешание произошло. И на русском языке тоже есть эта книга. Павел Равозин, куда все это появилось. Он протестант, он бактистский бомбастер, значит, проповедник, и написал именно с позиции протестантов. Вот есть некоторые нюансы, которые я хотел бы там дополнить, как православный реформатор. Но в принципе, в целом, очень даже неплохо. Смешание с язычеством. И что пришло? Во-первых, многобожие. В христианство хлынула проблема многобожия. Не сразу. Не сразу. На первых двух вселенских соборах, в 4 веке, допустим, никому там в голову не приходило вообще молиться кому-то еще помимо Господа. Скажу так, даже в конце 4 века, когда такие идеи возникли уже, они не были церковными проблемами, но были, были такие отдельные товарищи, как говорится, которые нам со всеми товарищами. Были такие некоторые человеки, люди, которые с этими откровениями, они жили. Что мол, молиться можно и даже нужно якобы. Кому-то еще помимо Господа. Кому молитесь? Уже начинали они. Кому? Мари. Угу. Святые власти. Да, ну, поначалу Мария, ну, мама, конечно, да, Иисуса Христа, значит, и друзья апостола его, тогда что речь о ненавистики, но в основном о Марии. Но, понимаете, лихами для начала. Здесь, как правило, в воды. Небольшая трещинка в этой дамбе Слова Божьего и дальше уже все это, если это не прогресс, просто смыло. Страшно, конечно. Так вот, и в самом конце четвертого века первый известный такой, ну, не диск, но, как бы, разговор, да, может соберется на эту тему. Был на Кипре. В то время, в конце четвертого века на Кипре был очень известный такой муж Божий. Проповедник, он был архиегископом, старшим епископом этого острова. Звали его Епифаний. Запишите. Епифаний кипрский. Вам бы это пригодится, сто процентов. Надеюсь, из присутствующих, ну, за тех, кто онлайн, я не знаю, но из присутствующих никто не молится никому больше, кроме Бога. Вот если у кого-то, не на Бог, такая есть шальная мысль, то гонить ее прочее вообще. Потому что это искушение очень серьезное. Не проще, конечно, проще тем, кто вырос уже в семье, где, допустим, мама и папа были бомбартисты, 50-ки, адвентисты, там, начали с марта, не знаю, кто-то. Людеральные, ну, какие-то любые, там, течения, старые, новые, разные. Потому что много разных течений, но в целом, если брать протестантский мир, то своих тропанов хватает, конечно, проблем, но вот что касается многобожия, вот это хорошо, что это как бы отсутствует, эта проблема. Это у протестантов куча своих минусов, но есть огромный плюс, который перечерпит очень многие минусы. Поэтому, знаете ли, я порой говорю, как многим даже пастырям, проповедникам протестантским, нам бы ваши проблемы. Вот, потому что, вот это самое основное, ты можешь там заблудаться по многим вещам, но помни всегда, что только Господь, только Бог, все. И мне пристанет страшно, как в той песне пел, то есть там, пристанет страшно, что я бы не только открыл бы дверь. Да, что мне пристанет страшно, что был в моем христианстве до 96-го года, когда я молился, там, и Богородица их святым, и молился искренне, и вся, и со слезами, и приходили ответы, самые интересные, я как бы причинно-следственная связь я четко прослеживал. Вот, и от своего опыта религиозного, духовного, было очень сложно отказываться вообще, даже сложнее, чем от теории определенной, да, когда уже даже теоретически я уже понимал, что, как бы, слово Божье производило работу, так и я уже понимал, что, ну, да, здесь это грех, а вы же, он приятный, и он хороший, я уже вкусил этого, как это было, отказаться? Сергей, проще отказываться, когда не знаешь, что-то, еще раз, другие проблемы, это Лавококстер, первая, да, и еще есть такие, весомые, не, первая многобожия, первая многобожия, молитва, кому бы то ни было, и вот Епифаний Кипрский обозначил, он сказал так, что ее Марию, как и других там умерших, да, братьев, сестер, должна почитать, уважать, но никто не должен молиться к ней там, или к ним, другим как-то людям, все, только лишь один Господь, ибо един Бог написано, и един Последник, первого Тимофея, да, 2.5, помните, 1 Тимофея 2.5, ибо един Бог, един Последник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, вот, поэтому и Многобожие, 431 год, напишите, де юре, де юре, ну, де фактумно появилось в конце 4 века, а юридически было обосновано, как бы, и принято в 431 году, на 3-м соборе вселенском в Эфесе, было принято решение, что можно и даже нужно молиться, не только Богу, но многим, к кому обращаться можно, вестесущим и всезнающим, так же и всеопонимающим, благодаря тому, что они вот, вот, там. И, шла вещь о Марии и об апостолах, 431 год, Эфес, там, где Артемида, преснотевая Богородица, да, была известна, в древности, храм Артемида, Эфеский считался один из чудес света древних. Вот, там же, и вот, это началось. И, многобожие, оно, в общем-то, стало, ну, самым таким, древним проклятым христианством, в общем-то, как и Израиль. Вот, и только в 17-м столетии, в 16-м столетии, при вот, лютере, каменном, цингле, церковь начала освобождение, в 5-м столетии уже, значит, продолжается эпоха вот этого освобождения, реформации, а до 1517-го года эпоха, многодековая эпоха великой деформации была, деградации мирового христианства. Деформация эпоха, и началась эпоха реформации, 5-м столетий. А реформация, значит, по-русски перевести можно как покаяние, исправление, работа над ошибками, возрождение, восстановление, это все реформация. Вот, и, да, первая многобожия, вторая проблема идолопоконства. Это тоже не наше, это привнесенное в тело Христова явление орудливое, совершенное, как и в Израиле привнесенное. Это использование икон, крестов, мощей и прочее. Вот, и, ну, икон крестов, в основном, да. Значит, то же самое, это проблема в конце 4-го столетия де-факто, вот, она зародившаяся в христианстве, а де юре юридически в 8-м в 8-м столетии, так, напишите в 8-м столетии, может, там сложная история, долгая история. В 787-й год, как бы, это, можно сказать, узаконено было, это беззаконие, было узаконено, узаконено, в 8-м веке, в 8-м веке. Вот, и с 8-го столетия, вот, до сегодняшнего дня эта проблема очень-очень серьезная. но, дамы и господа, братья и сестры, кроме откровенного еще идолопоклонства, вот почему, для вас это должно быть очень сильным, таким тоже, назиданием, есть открытое идолопоклонство, открытая форма болезни, а есть скрытое идолопоклонство, которое может уживаться даже в самых таких, тихих и спокойных церквях, да, ну, порой в тихом омуте там такое водится, вот, я сам шок и порой встречаюсь с подобным явлением уродливым. В верхом завете пример, допустим,